В эфире события дня в студии Кристины Леонова. Здравствуйте! Как всегда, расскажем вам о ключевых новостях Курской области. Отточить навыки владения оружием и оказание первой помощи никогда не поздно. В Курской области продолжают вести курсы военной подготовки для добровольцев. На них побывала Мария Колосова. Через 30 лет в обаяне после реконструкции открывается районный планетарий. Созвездиями полюбовалась Кристина Горлатых. Стрельба из гранатометов, вылазка в окопы, бои на пересеченной местности. Так проходят тренировки народной дружины «Патриот». Ежедневно здесь проходят военную подготовку все желающие куряне. Как попасть в ряды добровольцев и пройти курс молодого бойца. Напомним в сюжете. Это один из сценариев встречи с противником. И далеко не единственный. Окопы, лес, город, открытая местность. Придется бегать, приседать, ползти, падать и раз за разом подниматься. В общем, тренировки не только для сильных телом, но и духом. Такую закалку прошли уже сотни курян. Здесь учат действовать четко по команде, как единый механизм. От работы каждого отдельного бойца зависит судьба всего отряда. Среди тренирующихся как новички, так и ребята с военным опытом. И все как один твердят, кто, если не мы. В программу нашей подготовки входят такие дисциплины, как специальная тактическая подготовка, засадные, контрзасадные методы, топография, работа со связью, с беспилотными летательными аппаратами. Ну, в общем, очень много всего нужного и интересного. Доброволец под позывным 51-й в армии не служил, но учился в школе со спецподготовкой. На гражданке мечтал освоить военную профессию. Как только представилась возможность прокачать боевые навыки, сразу же примкнул к патриоту. У меня не было никаких абсолютно корыстных помыслов, для чего мне нужно тренироваться. Я считаю, что основа военной службы, умение обращаться с оружием, особенно медицина, это просто гиперобязанность любого сознания гражданина, потому что нужно не только в нынешних условиях. Записаться в ряды добровольцев может любой желающий. И девушки тоже. В объеме подготовки, недельный курс обучения, тот объем предметов, в сжатый промежуток времени, который необходим для использования добровольцев по охране, обороне критически важных объектов, расположенных как в пограничных районах, так и на территории Курской области. Те, кто решит записаться в ряды добровольцев, будут вести патрулирование, помогать пограничникам, подразделениям Минобороны и Росгвардии. Сделать это можно по телефону. Плюс семь девятьсот пятьдесят один ноль семьдесят три семьдесят шестьдесят четыре и плюс семь девятьсот восемь сто двадцать один восемьдесят двадцать девять. Мария Колосова, Владислав Соболев. События дня. Звезды станут ближе. После реконструкции в Ибаяне снова заработал планетарий. Единственный в Черноземье, носящий статус районного. Этого события местные жители ждали 30 лет. Официальное открытие состоится 13 января, но наша съемочная группа уже изучила космические маршруты. Это получается единственное, что осталось от старого планетария? Ну, практически да. Вот здесь можно смотреть слайды в разных направлениях и по природоведению, по астрономии, по физике, по химии. Это сколько ему лет? Ну, 66-го года он стоит. И до сих пор работает и готов еще радовать обоянцев? Да, радовать обоянцев. Эта установка для просмотра диафильмов ответственно служила еще в первом планетарии. Он открылся здесь почти 60 лет назад. Проработал до 1991 года. Затем долго средств на ремонт и реконструкцию не выделяли. Но районная обсерватория дождалась своего часа. За полгода работ поменяли почти все. А что не поменяли, отремонтировали и привели в порядок. Были проведены работы по электрике. Организация нового пульта оператора. Были подключены диммеры, розетки установлены новые. Было сделано освещение новое. В принципе, все полностью по электрике замена произошла. А еще отреставрировали кресла, отштукатурили и покрасили стены, перестелили пол и реконструировали купол. И, конечно, установили новый современный проектор. Время волшебства благодаря обоянскому планетарию. Зимой в середине рабочего дня я смогла полюбоваться созвездиями, которые появляются на небе весной и осенью. В виде небольшого пятнышка можно наблюдать туманность Андромеды. Единственную спиральную галактику М-31, видимую на небе средних широт северного полушария невооруженным глазом. Обаянский планетарий, единственный в Черноземье, носит статус районного. В нашем регионе он второй после областного. К сожалению, сегодня астрономии нет в школах, но вот я думаю, что наш планетарий каким-то образом будет способствовать тому, чтобы дети знали все-таки о нашей Вселенной, о других галактиках, интересовались этим, потому что это очень важно для развития. Космические истории станут доступны обаянцам и гостям города с 17 января. Планетарий будет работать каждый день со вторника по субботу с 9 до 16 часов. Торжественная церемония открытия запланирована на полдень 13 января. Кристина Горлатых, Сергей Малеев, События дня. Масло сыры из предеродного качества. Заместитель губернатора Сергей Стародубцев посетил Курский молочный завод. Современное оборудование, широкая линейка продуктов и производительность до 4000 кг в час. Дарья Барсенева продолжит. Курское качество, известное жителям. Ассортимент предприятий скоро пополнит новый сорт твердых сыров. На заводе начали производить молодой пармезан. Продолжат выпускать и традиционные виды. Российский, голландский и тильзитер. В планах оборудовать и новый цех, чтобы выпускать плавленные сырки. Для высокотехнологичной работы – современное оборудование. Закупали оборудование, все новое. Это сепараторы для сепарирования молока на производство обратно и сливки. Это у нас сепараторы. У нас даже там есть в аппаратном цехе табличка, что это с поддержкой. Мы приобрели это оборудование. Плюс сепаратор, молокочиститель. Курский молочный завод поставляет свою продукцию далеко за пределы области. От Калининграда до Дальнего Востока. Замгубернатора Сергей Стародубцев подсетил все цеха предприятий и внимательно проследил за ходом производства. Это яркий пример, как действительно эффективно работают меры поддержки. Предприятие получило порядка 10,5 миллионов рублей именно по программе модернизации оборудования. На предприятии работает порядка 100 сотрудников с хорошей по отрасли средней зарплатой. Предприятие планирует расширить географию поставок. Ожидается, что продукты Курского завода появятся в Белоруссии, Армении, Казахстане и Киргизии. Дарья Бартенева, Роман Федорков. События дня. Быстро и просто прописать ребенка по месту жительства теперь можно через госуслуги. Заявление рассмотрят в течение шести рабочих дней, а затем электронное свидетельство придет в личный кабинет. В России новой возможностью уже воспользовались более шести тысяч человек. Раньше родители могли прописать ребенка только очно, в паспортном столе, МВД или МФЦ. Теперь личное посещение ведомств не обязательно. Получить регистрацию можно в интернете на едином портале государственных услуг. Обязательные условия ребенка должно быть до 14 лет. Это перечень необходимых документов, которые можно прикрепить в электронном виде. Только паспорт второго родителя или же документ, подтверждающий, что гражданин является единственным опекуном этого человека. Свидетельство можно распечатать и использовать для записи ребенка в детский сад, школу, поликлинику или при оформлении льгот и пособий. Бумажный вариант документа по желанию можно получить в МВД. Хмельные диалоги, искрящаяся атмосфера и даже домашний птицепад. С чем только не сталкиваются сотрудники МЧС во время проверок пожарной безопасности в Курской глубинке. Очередной рейд прошел в Медвенском районе. Что удивило спасателей на этот раз, расскажет Станислав Костиков. Сотрудников МЧС, не вставая с уютной постели, встречает мужчина без погон, но тоже со звездами на плечах. Пожароопасная обстановка из-за неисправной проводки уходит на второй план, когда у самих жильцов горят трубы. Хозяйка в хмельном азарте ловко опонирует упреком спасателей. Вы мать! Естественно, не отец же. Вам не стыдно? Нет. Пока мама завтракает спиртным, дети сидят над раскраской. В школу почему не ходим? Проспали. Проспали? А мама сказала, вы заболели. Обманула меня мама ваша, да? Да. А в следующем доме, по словам хозяина, образовалась аномалия. Здесь периодически случается настоящий птицепад. Воробьи падают. Воробьи падают? В четырех стенах повисла зловещая атмосфера. За шторой, например, периодически раздается странный треск и появляются огненные шары. Хозяина уже давно мучают вопросы о дальнейшем проживании в доме кошмаров. А я больше, может, не скучаю. И вот она и загорелась. Вот и загорелась. Вы понимаете, вот вы сами себе ответите на свой вопрос. Таинственную мглу развеял инспектор Денис Ковалев. Специалист нашел целый набор нарушений правил пожарной безопасности. От разбитой печи до голой проводки. Если их устранить, аномалии исчезнут. Три дня. Я думаю, это сверх. За глаза. Вот это все убрать. Всего в Медвенском районе проживают более 250 человек из группы риска. Спасатели проверят. Каждого. Станислав Костиков при содействии пресс-службы главного управления МЧС России по Курской области. События дня. Николай Пекарский. Живописи и графика. В детской художественной школе номер один открылась выставка к столетию ее основателя и первого директора. Он писал акварелью и маслом. Занимался линогравюрой. Увы, работ осталось не так много, да и сохранность оставляет желать лучшего. Тем ценнее эти пожелтевшие листы, уверена Юлия Матвеева. Выразительные портреты современников, упоительные пейзажи – точно выверенные линогравюры. У Николая Пекарского был свой уникальный стиль. Образцовый, словно из методички по ИЗО. Во-первых, это четкий рисунок. Очень грамотный. Никаких излишеств. То есть, если положено линейно-конструктивное, значит линейно-конструктивное. Живопись, она должна быть живописью. Не просто какая-нибудь там леповатое творение, а именно конкретный разбор цвета, плановости. Он вырос в Курске, был из поколения тех, кто ушел на войну прямо с выпускного. Рисовал на фронте, а вернувшись, выбрал самую мирную профессию – учитель. Работал в школах, в том числе для глухонемых детей, в художественном графическом училище, а в 1966-м возглавил первую городскую ДХШ. Пекарский педагог – особая история. Среди его учеников и Валерий Мазуров, выпускник Академии художеств, первые уроки взял у земляка. Чем не запомнился, что он всегда умел выслушать студента, или посещающего эту школу. И во всем проявлял такие качества, как настойчивость, и в то же время мягкость. Особая тема творчества – экслибрисы. В 70-х в Курске существовала целая команда любителей книжных знаков. Раз в два года они делали тематические выставки. И наряду с художниками, с маститами, с ведущими художниками города принимали участие дети из художественной школы. И вот у нас есть такой раритет – Курский книжный знак, 72-73 год. Здесь каталог выставки, где даже представлено несколько работ и автографы участников этой выставки. Коллеги называли его отличным преподавателем и методистом от Бога. А в художественной школе ежегодно проводят конкурс имени Пекарского. Ведь спустя годы на него продолжают равняться. Выставка продлится до 11 февраля. Юлия Матвеева, Сергей Дорохов. События дня. Ожившая сказка. В Курском музее археологии проходит выставка «Внучек Деда Мороза». Авторы работ – ребята в возрасте от 6 до 18 лет. Они победители конкурса «Такая разная снегурочка». Создали поделки и рисунки. И подарили горожанам новогоднее настроение. Фетр и бумага, вата, соленое тесто и шишки. Здесь собрались самые оригинальные внучки Деда Мороза. О конкурсе «Такая разная снегурочка» школьникам объявили еще летом, чтобы до зимних каникул был простор для творчества. Приоритет – жюри отдавали тем работам, где заметно. Сделали дети, а не родители. Идеальные работы, которые смотришь, явно видно, что сделан родитель. И тут же нарисованы совсем сложно. Это нарисовал сам ребенок. Естественно, выиграла та работа, которую рисовал ребенок. Безусловно, приветствуется, что родители наши очень активные, что они помогают детям. Но все-таки работу должен делать ребенок, а родители помогать, а не наоборот. Участников конкурса больше двухсот. Особую активность проявили ученики Дворца пионеров, Центра детского творчества и Школ искусств Октябрьского и Курского районов. Победители получили грамоты и возможность бесплатно посещать выставки областного музея археологии. К лету его сотрудники готовят еще один конкурс, но тематику пока держат в секрете. А на этом у нас все. Большие новостей на сайте seymunfo.ru и в социальных сетях. Оставайтесь с нами в эфире и за его пределами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok